Продолжение следует... Хребет Чернозавра. Популярное место переправы. Обычно эти лифты работают. Представь, как просто было бы перебраться, будь они в порядке. Вот только кое-кто хочет ими позавтракать. Придется тебе самостоятельно организовать переправу. А, профессор прополз в пещеру. Не копайся, эти ребята проголодались. Они уже решают пожарить на гриле, запечь в пироге. Пленных не брать, их кормить нечем. Так, окей, по-моему, это то самое задание, о котором я говорил, что будет много использоваться... Ой, извиняюсь. Много использоваться. Да, зелье кара есть у нас. Бесконечное. Ну, наверное, его тогда используем. Главное, здесь аккуратно, потому что воды здесь достаточно много. Так, хорошо. Базука, две штуки. Где у нас противники? Где-то... А, вот, все, заметил. Окей. Да-да-да-да, я спешу-спешу, как могу. Попал. Надеюсь, что ему там достаточно урона прилетело. Отлично, супер. Все 50 даже. Хорошо. Наверное, мы уже не будем использовать в крайних двух сериях монолог, да, на какую-нибудь тему. Потому что осталось совсем ничего, да, и я уже забыл, о чем мы говорили. Вот. Хотя можно поговорить. На самом деле можно поговорить. Помнишь, да, я... Помнишь... Ролик с нарезками по Battlefield. Battlefield Compilation, Battlefield Нарезки, неважно. В общем, Battlefield 2042, вот, я еще хотел небольшую... Что это за звук? Не знаю. Ёперный театр, да сколько их тут? Рано радуешься, бой еще не закончился. На помощь, чернозавр! Нам же просто нужно их купить, да? Надеюсь, что так. Так вот, небольшую такую добавлю еще, что неприятно. Есть крайне полезная, интересная штука, которая есть только в хардлайне из Battlefield всех. Это настройка прицела. Хотя, мне кажется, здесь парашюта, да, хватит? Давай на парашюте. Так, отлично, бейсбольная бита. Так, у нас зелье икар бесконечно, поэтому используем его. Тихо, тихо ты как. Спокойно, спокойно, спокойно. Бейсбольная бита, всего две штуки. Надеюсь, он не... Он на остров попал? Да ну, каков шанс был, что он повойдет именно на остров? Еще и 46 хипп унес. Капец. Я заруинил все. У меня была всего одна задача. Просто скинуть его в воду. Но я с этим не справился. Так вот, эм... Это настройка прицелов. Что ему... Эм... Как обычно, да, первое задание, естественно... Как всегда, не очень. Ладно, встретимся снова. Что ж, мы возвращаемся. Начнем вот с этого, которого мы неудачно... Отправили... На сушу. Случайно, вместо того, чтобы его утопить. Так вот, про сушь я говорил. Настройка прицелов. Мне очень нравится настройка прицелов в... В Battlefield Harlight. Ты можешь сделать полностью кастомный прицел. То есть, взять... Там вообще как? Не просто прицел. Там ты делаешь настройку для оружия. Соответственно, где ты можешь настроить полностью... Свой прицел. И мне очень нравилась эта настройка, потому что ты можешь действительно полностью кастомный собственный прицел сделать. Это очень удобно. Даже учитывая ограничения хардлайна, что ты можешь всего пять таких оружий сделать. Соответственно, собственно говоря, и прицела тоже пять. Прицелов пять. Изначально вообще по стандарту тебе три открыта. Нужно просто пять этих флотов открыть. Два дополнительных. И... Мне нравится эта штука. Ее не хватает, мне кажется, в большинстве Battlefield'ов. Хотя бы какую-то настройку иметь было бы очень приятно. Так, а где у нас... А, понял. Тогда нам нужен... Это было бы очень приятно иметь настройку. Хотя бы одного прицела, чтобы ты мог его настроить. Это абсолютно никак не мешает игре, как мне кажется. Ну, то есть Battlefield, в принципе-то даже и никогда не было про... Про какой-то баланс. Поэтому... Ура! Все, мы выполнили задание. Итак, ты в пещере. Теперь найди профессора. Да, пещера правда такая себе, ну ладно. Кто здесь? О нет, это же червозавр. Боюсь, он усложнит задачу. Кто тут у нас за деревцем? Вдруг он поможет нам пересечь реку? Да что такое? Еще один чернозавр. Что за славный малый там садеревцем? Наш друг? Нет, опять чернозавр. Еще один. Перебраться будет трудновато. Придется прыгать за парашютом... С парашютом. И отбиваться из всех скалов. Проберись на этот островок. Что нос повесил? Не любишь острых ощущений? Так-то лучше. Поехали. Так, я рисковать не хочу. Мне кажется, нам нужно все-таки трепить всех червяков и только потом туда залазить. Поэтому... Неловко. Нет, я обязательно вставлю ту попытку неловкую. Это было просто что-то с чем-то. Так, окей. Просто прыгаем, он автоматически раскроется. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Не успел. Надеюсь, он ничего страшного не сделает. Пожалуйста, только не откинь меня. Хух. И на том спасибо. И на том спасибо. Ну, а теперь... мое время мстить. Держи. Так, хорошо. Мы тут под небольшой защитой. Поэтому, надеюсь, это нам поможет. У нас есть, конечно... Да, он не докинул вообще абсолютно. Так, а как нам долететь теперь? Как нам теперь долететь-то? У нас есть парашют. Но сможем ли мы долететь? Вопрос хороший. Да-да-да-да-да-да-да. Мы уже летим. Мы уже летим. Так, наверное, нам надо сначала на пальму забраться. А потом уже с пальмы лететь. Так, но мы тут не успеем. У нас только ближний бой, поэтому... Можно было, конечно... Но пока у нас ХП достаточно. И плюс расстояние большое. Поэтому, да. Поэтому беспокоиться не о чем. Так, хорошо. Хорошо. Парашют. Полетели. Спешу, как могу. Спешу, как могу. Время не тикай, пожалуйста. Берем кулак. Давай. Ну давай. Ну что ты стоял-то на месте? Ну блин. О, хорошо, что ты пропускаешь ход. Это прям... Прям спасло ситуацию. Не думаю, конечно, что... Так. Подходим назад. Чтобы у нас хоть какое-то укрытие было. И он промазал. Хорошо. Супер. Укрытие нам помогло. Это хорошо. Это отлично. Берем парашют. Сразу же быстро. Не задерживаемся. Давай, 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 давай. Лети, лети, лети. Лети. Мы быстрее допрыгнем, доползем до него динамит. А у нас... У нас есть еще пулаки и есть вода вокруг. Поэтому не будем мы использовать динамит. Вот так. И за укрытие. Отлично. Пропуск хода? Серьезно? Ладно. Допустим. Давай действуем быстро. Ну куда ты? Только время потратил не зря. Давай, 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 давай. Вперед, 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 вперед. Парашют на всякий случай используем. Тоже доползем скорее. Спрячемся вот так за костями немножко. У нас хп достаточно, поэтому не будем использовать. Он пропускает ход. Почему? Какой-то странный червяк. Почему он постоянно пропускает ход? Так, отлично. Я спешу как могу. Спешу как могу. Серьезно. Так, давай сразу же возьмем... В кулак кулак. Отлично. Все, все, что нам осталось, это просто долететь до... До, собственно говоря... Цели. Да. Покончено. Нужно добраться сюда. Это я уже понял. Так, хорошо. Используем парашют. И падаем. Отлично. Ура. Все. Переправа прошла на отлично. Отлично. В поисках профессора. Нас занесло на эти экзотические острова, и все плавно летят черви под хвост. Трое наших отъем отведаются в деревне, но вот одному нашему корешу не повезло. Он замаскивался под врага. Осторожно, не пристрели его. Нужно добраться до него и помочь. Перебрось одного из своих ребят на вулкан, чтобы вытащить кореша из-за поднятия. Тогда поиски профессора продолжат. Берегись чернозавров. Чернозавров. Обычно черви у них вместо колбасы. Чернозавров. Что я сказал? Ну, в общем, да. Это предпоследнее задание Worms. Ultimate Maching. Вот. И я надеюсь, ты уже поставил лайк. Да? Ну, то есть, я думаю, самое время. Если ты до сих пор это не сделал, то самое время. У нас просто куча всякого оружия. Я думаю, самое время это сделать. Поставить лайк, подписаться на канал, если не подписан. Оставить комментарий. Ну, и нажать колокольчик, когда подписываешься. Вот. Следующая серия у нас будет финальной. И это точно. Так. Хорошо. Прошлый рекорд. Прошлый рекорд у меня написан на 6 минут. Так. Давай пока не будем, наверное, тратить... Экзотическое оружие, скажем так. Вот. И используем то, что может забрать одного червяка. Отлично. Надеюсь, не отлетит. Вот лучше бы он отлетел в их червяков. Но там уже их червяков нет. А, стоп, что? Нашего утопило? О, это плохо. Это плохо. Не хотелось бы такую длинную... Длинное задание начинать по новой. Так. Да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, знаю, знаю. Я сейчас подберу здесь, что у нас. Это, по-моему, у нас бомбардировка, да? Если не ошибаюсь, это именно она. Хорошо. Да. Ну что ж, как у тебя там день проходит, да? Давай поговорим об этом, в принципе. Потому что, ну, я не знаю, у меня темы закончились для монологов. Поэтому, да, бетонный ослик. Так, слушай, бетонного ослика применить-то некуда. Рядом у них никто не стоит. Давай, знаешь как, вот этого заберем. Я не помню, что делает НЛО. Я надеюсь, я не сделаю только лучше им. А разве у НЛО звука не было? И почему он не забрал этого червяка? Я сейчас просто в пустую ход потратил, верно, да? По-моему, да. Так, ладно, у нас есть бетонный ослик. Всего одна штука. Да, он его не забрал почему-то. Я не знаю, вроде я четко нацелился на него. Давай, знаешь, что попробуем делать? Ух ты, смотри-ка. Не, ну оно не зацепит. Так, этого утопили. Я просто хотел еще который рядом стоит на мосту, этого зацепить. Но не получилось. Не получилось. Так, и как нам тут пройти? У нас ничего такого нет. Плохо. Так, если мы его снимем, он упадет в воду или нет? Мне кажется, что вряд ли. О, упадет. Ну, я думаю, надеюсь, по крайней мере, что у него отпадение снимется достаточно хаба. Отлично. Супер. Нам нужно потихоньку вперед продвигаться, потому что, насколько нам нужно, помимо того, что всех червяков забрать на тот свет, нам нужно еще и в прямом смысле добраться до нашего червяка, который вон там стоит. Так. Отлично. Отлично. Так. Ну, куда ты? На. Шанс. Ой, 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 ой. Шанс был маленький, что я попаду. А, стоп. Я его утопил? Верно? Подожди, можно я сверху посмотрю? Да, я его утопил. Слушай, он упал в воду. Отлично. Супер. Так, единственное, мы немножко так, совсем чуть-чуть разбили мост. Так. Давай, наверное, подстрелим вот того сверху, потому что... потому что тогда не будет тот второй червяк, который остался, не будет стрелять по нашим. Потому что ему просто не попасть. не попасть по нашим так, чтобы он не попал по своему. Так, отлично, супер. Отлично, супер. Давай сначала попробуем по тому попасть. Хотя нет, идея плохая. Давай сначала все-таки по тому, по которому мы точно сможем попасть. А уже потом мы чуть-чуть продвинемся вперед, чтобы прям сто процентов попасть по... Ой-ой-ой-ой, это было близко. Ну да. Тут как-то прям... Блин, я тут на краю. Главное, чтобы он по этому червяку не пил. Он именно по нему и попал. Ого. Невероятное везение. Просто невероятно. Так. Нам бы как-то... Вот так, наверное, да? Так. И... И-и-и-и-и-и-и. Давай вот это. По тебе прямо. Чтоб ты вперед улетел. А, да. Ну ладно. В принципе, пойдет. Я забыл просто, что... Что конкретно оно из себя представляет. Но надеюсь, у него хотя бы ХП не останется. Да. У него его не осталось. С врагами покончено. Скорее спасай, Гриша. Окей. А я могу червяка сменить? Просто у меня тут не лучшая позиция, там мне всего один блок нужно поставить. Отлично. Супер. Так. И ставим блок. Супер. Супер. Здорово. спасенного ждет какао и беседа с психологом. Что ж, вот и закончилась, подошла к концу девятая серия. Завтра... ой, завтра что? Завтра, завтра, да, было бы, конечно, слишком круто. Но следующая серия по Вормс будет финальной. Поэтому, я надеюсь, ты этого ждешь. И спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, ты уже поставил лайк, все сделал, подписался на канал, комментарий оставил и оставил колокольчик. Ну, еще раз тебе спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.